Я приветствую вас, граждане. Граждане любители заглянуть на сайт Димы Билана. Это я самый, тот самый, который очень соскучился и который давно с вами не общался. Поэтому у меня возникло желание, желание с вами снова встречаться. И думаю, что это станет хорошей традицией все-таки. Нахожусь я сейчас на балконе своего номера, который можно сейчас окинуть просто взглядом. Вот. Он большой достаточно. И отель, который находится буквально прямо сразу возле того огня, который скрывается за этой крышей. Но вы сами можете посмотреть на этих прохожих людей, которые постоянно собираются здесь каждый день для того, чтобы посмотреть на Олимпийский огонь. Вот он был зажженным 6-7 дней назад. И, в общем, все мое существование, так скажем, в Канаде, в Ванкувере, связано с этим огнем и связано с Олимпиадой зимней русской, которую мы все с вами родеем. Хочу сказать, что это было вступительное слово. И сейчас мы с вами пообщаемся и отвечу на все вопросы, которые были присланы. Отвечая на вопрос Саши Утковецкого по поводу Ани, по поводу моей сестры, которая действительно в 11 лет уже солировала в концертном зале имени Чайковского. Готов ли я стать ее продюсером? Ну, дело в том, что все-таки работать с членами семьи это достаточно трудно. И человечек по имени Аня, родная сестра, она очень самодостаточная. С ней, в принципе, очень трудно приходится даже, я не знаю, договариваться, например, о количестве. И о стиле музыки, потому что у нее есть на это всегда свое мнение, и она очень сильно его отстаивает. Я особо не, так скажем, не стараюсь быть навязчивым в своих идеях, у нее всегда есть на это свое мнение. И если вдруг она решит, я, конечно, поспособствую и поучаствую в ее развитии. Хотя она делает шаги сама, независимо ни от кого. И эти шаги всегда оказываются в масштабах, так скажем, даже местности, в которой она сейчас живет, в Подмосковье. Занимает первые места на различных музыкальных конкурсах. И я к этому ее никак не призывал. И она выбирает сама себе дорогу, сама свой путь. Хотя ей 14 лет, но она уже очень самостоятельная, самодостаточная. Думаю, что ее ждет интересное будущее, по крайней мере, интересное. Надеюсь, что все у нее получится. Из горящего здания Дима может спасти только одну женщину. Кто она будет? Яна Рудковская, Лена Кулецкая или прекрасная, но незнакомая девушка? Ну, вы знаете, Мария Арт, отвечая на ваши вопросы, я, конечно, вспоминаю прошлый год, когда мы с вами слышали очень много информации о горящих зданиях. Но мне кажется, что пока здание не рухнет, я надеюсь, что это никогда не произойдет, я буду делать несколько ходок для того, чтобы высвободить максимальное количество людей, которые там находятся. Отвечая на вопросы Анжелы Гавриш о том, что я фотографирую, ну да, это происходит не с постоянной регулярностью, но все-таки. И я думаю, что я смогу уместить все свои идеи и фотографии в книгу, которую я сейчас пишу, и которую я уже, думаю, допишу к середине этого года. Поэтому советую вам подождать. Может быть, какие-то из этих репродукций все-таки и появятся. Репродукция моего сознания появится на страницах этой книги. Спасибо за вопрос. Елена задает некий вопрос и спрашивает, с кем мне будет нескучно провести одну неделю без телевизора, телефона, просто с человеком? Если честно, я в последнее время очень много общался с различными количествами людей. Я не обобщаю. Есть и человек, с которым общения мне не хватает. Но все-таки я бы провел эту неделю сам со своими мыслями. Тут поступил вопрос о том, что для меня является дружбой с Евгением Плющенко, и как бы собрать поддержать его на Олимпиаде. Вы знаете, поддержка иногда самая лучшая – это просто возможность мне мешать. Поэтому вспоминая, например, свое шествие музыкальных олимпийских играх, я так уже обранно их называю, это, наверное, желание сконцентрироваться, желание, чтобы не было моментов, которые тебя рассредотачивают. В спорте, мне кажется, это еще более сжатое понятие. Поэтому я горжусь этой дружбой, я ей дорожу. Мне приятно понимать, что есть некие исторические моменты, связанные с этой дружбой. И, конечно, мое боление, оно, прежде всего, связано с тем, чтобы не допускать возможности того, что вдруг, или А8, или А может быть, только уверенность. Да, интересные, конечно, вопросы. Лена Шевелева задает вопрос. Я даже знаю, кто это. Какую бы песню исполнил Дима Билан, прыгая с прошитом, чувствуя полную свободу? Ну, может быть, эта песня, как это непредсказуемо бы звучало, была и состояла бы из одной глазки. А! Я думаю, что эта песня называлась бы А, и звучала бы в самой высокой тональности, и самой высокой нотой была бы, наверное, Ля-второй актуальной. Поэтому за вопрос спасибо. Спасибо.